Привет друзья мои! Ну поразительная новость, Украина предложила Соединенным Штатам разместить противоракеты в Харьковской области. О чем идет речь? В Америке есть такой комплекс, он называется THAAD. Это Terminal High Attitude Area Defense. То есть это оборонительный комплекс против ракет наступательных, которые есть у России. Интересно, что он просматривает территорию потенциального противника приблизительно на 1000 километров. И в случае старта вражеских ракет вот в пределах этой 1000 километров, он их засекает. Соответственно поднимается против ракета и эту ракету ложит. Это не наступательное оружие, сразу скажу. И вряд ли можно обстрелять Москву или Санкт-Петербург. Это вряд ли. Это не для этого ракета. Это противоракета, которая является оборонительным оружием против наступательных оружий, например, условного противника, той же самой России. Вы знаете, я не знаю, честно говоря, пойдут ли Соединенные Штаты на вот этот шаг. Но в принципе, очень может быть. Почему? Потому что, сами понимаете, перехватывая, поставив такой комплекс в Украине, например, еще один в Прибалтике где-нибудь, и уже российские ракеты до Европы не долетят вообще никак. По крайней мере, этим среднего радиуса действия или ближнего типа «Искандеры» их позбивают. В принципе, я не знаю насчет «Искандеров», насчет баллистических ракет, хотя, скорее всего, баллистические они тоже прихлопнут. Но те, которые крылатые, вот эти вот те, что у них по низкой траектории идут, эти они точно позбивают. Но я еще раз говорю, скорее всего, что баллистические тоже самое. Таким вот образом, вы видите, что политика Путина, вот эта неразумная, вот эта агрессивная, она в результате приводит к абсолютно противоположным результатам тому, что он хотел. Он хотел максимально отодвинуть НАТО, неизвестно зачем, которое ему на тот момент вообще не собиралось угрожать никоим образом. В результате он получит, я не знаю, в ближайшей ли перспективе, скорее всего, в среднесрочной перспективе Украину, так и в том же самом НАТО. А вот НАТОвские ракеты, противоракеты как минимум, защитные, в Украине, в 40 километрах от границы с Россией. Ну, как-то так, многоходовочка. Спасибо.